Но если вот так встать, то будешь поупитнее, а если немножко боком и вот так развернуться, сразу раз Италия появляется. Вот мы вроде и в Турции, и вроде бы в Греции побывали. Мне кажется, такие достопримечательности не хуже, чем в Греции здесь. Наш дом, короче, 10 лет назад ел, наш камин соупал. Видите? Мы сегодня будем купаться. Да, у нас есть в багажнике, конечно же, и полотенце, и купальники. Вау, как красиво, и цветы какие-то замечательные. Вот в таком красивом месте жили люди. Всем привет, в эфире канал Turkish People. Меня зовут Елена, и я вам рассказываю про жизнь в Анталии. А также я люблю проводить экскурсии по разным историческим местам. Мы отдыхали в отеле в Кемере, в Чамьюва. И здесь рядом, совсем недалеко, буквально в 10 километрах, находится классное историческое место. Мы рассчитываем получить суперфотографии. И, ну вот уже кто здесь был, уже наверняка узнали вот эту арку. Это древний город Фазелис. Это греческий город, он был основан в 7 веке до нашей эры. Находится это место в дороге из Кемера в Текерово. Въезд сюда, возможно, на машине, потому что пешком идти достаточно далеко. Потому что можно доехать на любой маршрутке, которая идет в Текерово, выйти и прийти сюда пешком. Здесь километра полтора получается. Вход сюда стоит 45 лир. У меня была музейная карта, мы зашли бесплатно. Граждане Турции, дети, до 18 лет тоже проходят бесплатно во все музеи Турции. А так дети до 13 лет тоже имеют бесплатный вход. Ну а Юсуф у меня купил музейную карту за 60 лир. Для того, чтобы иметь возможность ходить с нами и в другие музеи, и классные исторические места. Вот пока мы тут здоровались с вами, он изучал уже карту. И вот посмотрите, как расположение этого города, что здесь есть. Всем привет, ребят. Здесь я не ждал, я не знал, такой большой город был. Седьмой век. До нашей эры, то есть очень древний город. Седьмой век, если император узнал, сколько машин будет ездить, не верил бы. Короче, ребят, здесь есть топунак, топунак, церковь типа. Раньше не было церковь, топунак был. Это лагун Сукемери, который это вода приливает сверху. С гор здесь идет. Да, скоро идет вода. Вот построился церковь. Вот она здесь. И ее как раз развалины мы и видим, сохранившиеся. Это лиман, два большой лимана есть здесь. Это порт. И лагун есть. Огромный город. Ну и еще, конечно же, какой римский или греческий город обойдется без терм, без бань. Это обязательно было. Сюда люди приезжают не только по развальным походить, а, честно говоря, отдохнуть. Здесь такой шикарный вид на море. Видите, приезжают со стульчиками, столами, отдыхают, купаются здесь. Вот самая красивая скамейка. Тоже просит сидеть социальной дистанции. Разрезать скамейку не стали до лучших времен. Вау, как красиво. Я попробую водичку. Ну, на теплое. Можно купаться. Да, можно и купаться. Мы сегодня будем купаться. Да, у нас есть в багажнике, конечно же, и полотенце, и купальники. Вау, как красиво. И цветы, как и замечательные. Вот в таком красивом месте жили люди. Они приплыли сюда с острова Родос и основали город. Вот Фазелис. Его развалины мы там видим. Пойдем сначала походим по городу. Пойдем, а потом будем отдыхать. Потом уже будем отдыхать. Слушай, как классно раньше жили. Поработали по работе и поехали отдыхать. Ну и так же мы теперь можем совместить. Приехали посмотреть красивое место. И так же можно отдохнуть, искупаться. Вот я когда хожу по таким местам, по древним городам, у меня всегда возникает вопрос. Почему люди жили? Была такая цивилизация. А потом раз, и ничего нет. Вот только лес растет, и мы потом бродим, спустя века. Ой, как я люблю читать греческие буквы. Потому что ты их понимаешь. Да, 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 мы понимаем эти буквы. Буквы с вами какие-то, какие знакомые. Вот так выглядели бани. Входы разные. Пойдем, походим. Интересно, что же в этой комнате? Смотри, видишь, мраморный пол остался, кусочки. Классно. Вот бы еще не каждый подписывали, для чего это было нужно. Вон здесь лесенки остались. Слушай, да это вообще шик, вот скажи. Смотри, вот лестницы, видишь? Ребят, посмотрите. Седьмой век, короче, 1300 лет назад человек делал камень, еще и стоит. Наш дома, короче, 10 лет назад делал, наш камень все упал. Видите? Обзор, пожалуйста, посмотрите. Какие хорошие материалы были раньше. О! Человек даже сементный был на это время, еще один живет. Смотрите. Держи. И пол, смотри, какой хороший. И пол остался, видишь, квадратик. Какой модный, слушай. Еще стоит, ребят. Представляете? Наши камень почти все упал, сзади пустое. Если вот так потрогаешь, наступишь, все, сзади пустое. Вот, еще и стоит. 1300 лет назад. Слушай, прям не обхватить. Ну так сколько времени это прошло? Пойдем дальше. А вот маленький хамам. Маленькая баня. Какие люди чистые были. И закрыто, что туда пролезть нельзя. Видимо, в опасном состоянии. Видишь, они вот плитки нашли. Да. Вот базарная площадь. Тут торговая. Агора. Знаешь, я прям слышу вот это вот звуки. Ну, и для тех, кто хочет прочитать про этот древний город. Вот вывесили. Я иду сразу к русскому языку. Ой, да. Слушай, это знаешь, как в Википедии написано. То же самое. То есть полностью все расписали. Вот, когда Фазелис прекратил свое существование в 13 веке. Потому что была осада сельджуков. Землетрясение, рост торговой активности соседних городов Анталии и Алании. И все, Фазелис потерял свою значимость. То есть в 13 веке последнее время жизни этого города. Будем взбираться мы наверх. Написано театр. Вот сколько мы были в древних театрах, они всегда строят, используя возвышенность. Вот мы пришли к театру. Здесь была сцена. Все красивые портики, какие украшали, мы уже видели там внизу возле моря выставлены. Присядем, похлопаем. Обычно вот если вниз спускаешься, в театр должна быть очень хорошая акустика. В Турции много таких вот городов, сохранившихся. Мне кажется, такие достопримечательности не хуже, чем в Греции здесь. Вот какой округ шикарный вид. Главная центральная улица. Ключевое место для фотографии. Это вот торговая улица была. Это остатки от магазинов. Вот здесь были древние торговые центры. Были же. Но строительство, мне кажется, раньше было намного лучше. Разве по тем временам было прочнее. А что Андрюшка присел на древность? Это ворота Адриана. Да, вот они где находятся-то. Потому что у нас в Анталии тоже есть ворота Адриана. Но это у нас парадная арка, триумфальная арка. Состоит из трех входных ворот. Ну а здесь вот это выход к морю. Сюда приплывают кораблики из Кемера. В то время, когда было много туристов, конечно, здесь очень было много. Яхт стояло. И, конечно же, здесь есть пляж. Вот он дальше находится. Ребята, смотрите, везде билет. Надо билет купить. Надо идти. На это седьмой век как был. Интересно. Какой билет продает человек, что? Наверное, как билет это с золотами продали. Я хочу море и один золото. Если золота нет, один килограмм слиплю. Мы смотрим билет. Музейную карту мы купили за 60 лир. Но это для граждан Турции. Это действует на 300 дней. А если для иностранцев, то музейная карта на 7 дней. Она 325 лир. Это если такую берешь карту, надо каждый день с утра до ночи ходить по музеям. Чтобы ее отработать. Да, да, да. Потому что если вы хотите посетить буквально 1-2, то вам нет смысла покупать музейную карту для иностранцев. Покажем. Здесь море. Вот это осталось еще с древности. Сюда причаливали корабли. Море чистенько. А это что такое? Смотри, тут необычный песок. Он такой вот серый. А там вот выглядит серо-белый песок. Большой пляж, песчаный здесь. А когда мы входили, там были камешки. Поэтому все люди собрались и сюда шли по дороге. Там был указатель, что пляж. Мама, это что за черный песок? Да, песок такой вот. Место шикарное. Единственное, что сегодня с погодой нам не очень повезло. И поэтому мы не видим высокие большие горы. А здесь рядом находится гора Тахталы. Именно туда у нас поднимается подъемник. Есть такая экскурсия. Очень популярная у наших туристов. Мы вот проезжали поворот туда. Все люди поворачивают на пляж. А мы решили пройтись вот по этой тропинке. Все люди как люди, а мы не люди. Мы идем дальше. А мы типа туристы, да? То есть вы уже все поняли, что город Фазелис, он находился на таком полуострове. Две бухты здесь. Ну а сейчас здесь густой лес. Сосновый, очень хорошо пахнет. Ой, запах. Мы за эти два дня столько надышались сосновым воздухом. Тут есть большие камни. Да. Здесь, конечно же, купаться неудобно. Здесь только красиво сфотографироваться можно. Знаешь, у меня столько в ленте уже таких фотографий. И они все в разных местах. Вот где есть камни, там слышно, как шумит море. Потому что они ударяются остатки. Ой, я промок. Опасненько, могу сказать. Поздоровался с морем. И посмотрите. Я сейчас вам покажу фотографию. Правда, классно выглядит? Как будто мама такая бесстрашная, держится и худенькая. Хотя мама, в принципе, в форме. Ну, если вот так встать, то будешь поупитней. А если немножко боком и вот так развернуться, сразу раз и талия появляется. А еще я вам хочу сказать и показать. Посмотрите. Люди, конечно, тут плавают. Но на самом деле они могут спокойно встать в рост. Вот. Видите, как далеко заходят. Это, знаете, похоже на пляж Белека. Городской. Вот прям один в один. Только там белый песочек. Вот. Видите? Не глубоко. Иди, здесь спокойно заходят. Вот мы вроде и в Турции. И вроде бы в Греции побывали. Мне кажется, в Греции намного меньше таких вот античных городов. Ну, если я ошибаюсь, конечно же, мне напишите. Я знаю то, что нас смотрят из Кипра, из Греции, из многих других стран Европы. Но все приезжают, а не в Турцию. Потому что Турция тоже по-своему прекрасна. В каждом городе есть что-то интересное. И мне это очень нравится. То есть мы уже почти Анталию всю посмотрели, освоились. Теперь мы идем постепенно по всей Турции. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Я вот сейчас пройду, а тут тут опасно. Не забывайте поставить лайк, подписаться на наш YouTube канал. Кто еще не подписался, подписывайтесь. У нас очень интересно. У нас много разнообразных видео про жизнь в Анталии, про отдых в Турции. Мы теперь снимаем и отели, и многое-многое другое. Если вам что-то нужно особенное, пишите нам в Instagram, ссылочка в описании. Всем пока!